друзья всем привет это команда панорама меня зовут павел кореневский мы ведем наш специальный репортаж с выставки авто экспо 2023 и узнаете этот год 2023 большим количеством новых абсолютно новых и вообще до этого неизвестных нам белорусов бренда ну что вам всего год назад например говорил слово exit или jetour а эти автомобили есть тот же самый jetour буквально месяц назад появился у нас в беларуси и продано уже более 50 автомобилей о новых брендах мы расскажем в этом специальном репортаже здравствуйте меня зовут татьяна я руководитель отдела продаж автомобилей jetour мы команда которая горит процессом которым делаем jetour то в принципе интересный бренд новый яркий футуристичный который комбинирует в себе хорошее соотношение цены комплектации и внешнего вида поэтому в совокупности с продуктами нашей командой у нас получается хорошая история на сегодняшний день мы продаем автомобили без малого полтора месяца и за этот короткий срок мы уже реализовали конечным покупателям 50 автомобилей это для старта очень хороший показатель на сегодняшний день нарисовать конкретную картину потребителя очень сложно поскольку из 50 клиентов очень большой разброс у нас есть клиенты которым исполнилось 30 лет недавно и они купили этот автомобиль и есть самый высокий возрастной уровень это 75 лет мужчина который пришел за другим автомобилем увидел влюбился уехал на этом так единственное что могу сказать молодежь выбирает автомобили в более ярких цветах потому что за нами красный так он привлекает внимание есть еще фирменный цвет голубой который точно также нельзя не заметить на дороге если мы говорим о людях высокого ранга так которые точно также любят быть яркими и но в то же время не вызывающими они выбирают допустим черные цвета зеленые цвета и тем самым мы получаем какую-то вот такую широкую клиентскую базу которая на сегодняшний день не может приравняться к одному возрасту какому-то узкому хотя многие считали что это более девчачьи автомобили если так можно сказать и для молодого поколения нет совершенно нет я бы сказал наверно что возраст это 35 плюс на сегодняшний день мы представляем три комплектации две из них это машина с двигателем 1 и 5 6 ступенчатым роботом и 3 комплектация которую видеть с нами максимально она с двигателем 16 и 7 ступенчатым роботом касательно комплектации когда мы решали что привозить на наш рынок мы анализировали предыдущие продажи других брендов спрос клиентов и выбор пал не на самую простую комплектацию но на автомобиль который уже имеет в себе теплые опции то есть и сидение и рулевое колесо греется лобовое стекло греется плюс в автомобилях мы уже можем предложить камеры не только заднего вида и переднего так но и не только 360 но и 540 так автомобиль имеет вот допустим чем цепляет молодежь голосовым управлением это тот автомобиль который может управляться голосом нажал кнопку сказал что и сделать и она выполняет за вас эти команды не думаю наверное что это ежедневная рутина будет так но в целом автомобиль предлагает очень хорошие комплектации и для комфортной езды и для более яркой демонстрации себя атлантем это серьезный игрок на этом рынке мы не приходим в игру молниеносно и секундно принимая решение мы взвешивали все что предлагает марка ранее на других рынках мы взвешивали рекламации цены и прочее поэтому а несмотря на то что машина на рынке полтора месяца так эта игра которая уже длится не одну декаду так скажем и за это время мы привезли автомобили мы привезли запасные части так я не говорю о каких-то сложных ремонтах но то что касается сервисного обслуживания то что касается кузовного ремонта стандартно в этом передние задние вампера стекла это мы уже имеем в наличии то есть клиент покупал нас автомобиль получает и уровень обслуживания которому он привык а если мы говорим о гарантии то автомобиль у нас имеет пять лет либо 200 тысяч пробега гарантию это та цифра которая на сегодняшний день на рынке в топе предложений так и производитель дает ее не для того чтобы привлечь внимание так но не в первую очередь для того чтобы привлечь внимание а скорее всего он уверен в своем продукте учитывая что это подразделение черри так мы можем смело сказать что машина уже проехала какое-то количество километров и зарекомендовать себя достойного игрока на этом рынке почему я выбрал именно этот автомобиль потому что на мой взгляд это идеальное соотношение цена качество и количество опций то есть вы получаете за 30 тысяч среднеразмерный кроссовер совсем необходимым оборудованием в плане подогревов там вентиляции безопасности то есть все есть опции там и удержание в полосе и контроль мертвых зон машина безопасная машина современная машины хороший вариант двигателей то есть полтора литра либо 1 и 6 у них нормальный расход я вам скажу что 8 литров в среднем это если у вас только электричка будет выгоднее так в принципе ну и в первую очередь яркий дизайн то есть этот автомобиль будет привлекать в потоке на себя внимание ну и собственно говоря дальше набор опций удобства приходите тестируйте и выбирайте покупать еще одна новая марка для беларуси 2023 года это экси причем модельный ряд на сегодняшний день достаточно приличный у нас и большой премиум и больше 5 метров полноразмерный кроссовер vx без драйв можете найти на youtube автопанорама есть и компактный или так скажем среднеразмерный lx и чуть больше dlx и вот совсем свежая премьера буквально месяц назад минск приехал кросс-купе это exit rx обратить внимание на дизайн на вот этот вот прижатый к земле корпус здесь стоит двухлитровый 249 лошадей двигатель cgdi и 7-ступенчатый робот машинка очень необычно и интересно давайте о ней расскажем подробнее добрый день рада приветствовать вас меня зовут мария тушумеева руководитель отдела продаж бренда exit сегодня у нас на выставке представлены премиальные автомобили exit премиальная кросс-купе exider x премиальный семиместный флагманский внедорожник exit vx и среднеразмерный кроссовер exit txl более подробно я расскажу про ожидаемую новинку бренда exit это премиальная кросс-купе exit rx обратите внимание на его стремительные линии на его обтекаемые форумы и ручки заподлицо у этого автомобиля один из самых лучших аэродинамических коэффициентов в классе автомобиль exider x представляет класс кросс-купе exider x оснащен двигателем 20 249 лошадиных сил и 76 секунд до 100 полный привод интеллектуальная система полного привода с амортизаторами этот автомобиль имеет 7 режимов вождения грязь снег колея она подстраиваться адаптируется зависимости от типа поверхности самостоятельно если говорить про уникальные свойства этого автомобиля этот автомобиль оснащен системой nfc вы можете завести автомобиль включить его при помощи вашего телефона с помощью приложения достаточно прикоснуться к зеркалу заднего вида боковому зеркалу и автомобиль откроется заведется вам даже нет необходимости иметь при себе ключ перед автомобиля светодиодная оптика выполнена форме буквы сигмы это узнаваемый силуэт если говорить о том для кого этот автомобиль то для тех кто хочет выделяться из общего потока инновационная решетка радиатора которая напоминает нам соты 20 дюймовые колесные диски с красными суппортами и обратите внимание на шины michelin европейская шина которая в том числе отвечает за шумоизоляцию шумоизоляция в этом автомобиле безупречная предлагаю перейти к знакомству с интерьером exit rx сразу прошу обратить внимание на дверную карту здесь у нас расположена регулировка сидений как поясничной основы так и угла наклона сидения здесь вот такой изящный рычажок для открытия двери обратите внимание на огибающий изогнутый экран 24 6 дюйма по всему салону я думаю что вы обратили внимание работает цветовая подсветка более 64 оттенков вы можете настраивать ее самостоятельно через мультимедийную систему руль спортивного нового типа на остальных exit такой руль не представлена вы можете на руле настраивать адаптивный круиз-контроль удержание в полосе автомобили идущие позади вас все будет дублироваться здесь русифицированная мультимедийная система с голосовым управлением который также реагирует на русский язык что касается климат-контроля трехзонный климат-контроль этот автомобиль полностью готов к зиме зимний пакет который предполагает обогрев руля обогрев сидений 1 2 ряда обогрев боковых зеркал обогрев лобового стекла и форсунок еще один новый бренд в портфеле атланты это черри эти автомобили хорошо знакомы белорусскому потребителю они уже продаются несколько лет и так скажем завоевали вполне заслуженное доверие сегодня здесь на выставке автоэкспо был представлен черри уже как атлант но вы знаете как атлант м серьезно относится к автомобильным маркам поэтому можно быть уверен и в качественном сервисе и в складе запчастей и в обученном персонале но давайте мы понятно что здесь на стенде представлен и компактный кроссовер черри тига 4 про это рестайлинговый автомобиль буквально в начале года обновился буквально на днях обновился месяц назад черри тига 7 pro max и на бестселлер в россии это автомобиль номер один по продажам да да еще недавно китайцам относились ну так скажем настороженно сегодня тот самый через 7 про является лидером продаж наш соседней россии они обновили сделали такой серьезный рестайлинг этой модели и поставили то чего не хватает полный привод на семерку здесь же стоит новый седан чири ариза 8 машинка очень интересная машинка по сути можно сказать полноценная замена тойота камри который сегодня нет на рынке очень технологичная проверенный двигатель 1.6 и gdi и робот еще одна машина которая подойдет для семей для больших семей для тех кто любит путешествие это черри 8 pro max здесь есть и полный привод ну и так скажем это флагман модельного ряда черри давайте подробнее узнаем о премьера здравствуйте меня зовут владислав шведов я расскажу вам про черри тига 7 pro max это автомобиль это среднеразмерный кроссовер он предоставляет очень много возможностей для потребителя есть много ассистентов есть красивый внешний вид цифровая панель хорошая оптика и удобные сиденья в данном автомобиле изменился внешний вид то есть дизайн изменили решетку радиатора поменялась немного оптика спереди сзади поменяли приборную панель она стала четче отображать показания которым вам необходимо считывать приборов и добавили полный привод это достаточно весомый аргумент два варианта комплектации эта комплектация престиж либо ультимейт соответственно в одном варианте мы получаем 1 и 5 турбированный двигатель на вариаторе соответственно и второй вариант мы получаем тот же двигатель 1 и 5 но уже на полном приводе плюс роботизированная коробка дкт по стоимость соответственно машина стартует от 86 тысяч белорусских рублей и заканчивается прайс на 106 тысяч белорусских рублей по сервисному обслуживанию сейчас представляется весь спектр услуг год либо 10 тысяч по пробегу что наступает ранее соответственно под капотом у данного автомобиля двигатель 1 и 5 турбированный соответственно давно ожидали полный привод его добавили наконец-таки он комплектуется вместе с роботизированной коробкой хороший продуманный интерьер комфортные сидения с боковой поддержкой есть также память для водительского сидения и электролигировки мягкий пластик соответственно не только на торпеде но и на боковых панелях дверей сзади уже будет жесткий пластик комфортные сидения с боковой поддержкой с памятью настроек водительского сидения плюс соответственно это кожа во всех комплектациях у нас будет кожаный салон в черном цвете посадка достаточно удобная даже высокие клиенты смогут достаточно удобно сесть в этом автомобиле мой рост 194 сантиметра как видите в принципе достаточно комфортно разместился в данном автомобиле предлагается несколько вариантов ассистентов соответственно он может быть как с обычным круизом так это может быть представлен и адаптивный круиз плюс удержание полос и слепые зоны то есть машина оснащена всем спектром популярных ассистентов опять же есть все обогревы двухзонный климат-контроль есть обогрев лобового стекла есть обогрев рулевого колеса данный автомобиль можно эксплуатировать очень комфортно и в зимний период времени и соответственно летом так как это официальные поставки автомобилей соответственно у вас все приборы все будет на русском языке соответственно может быть достаточно легко и удобно разобраться с данным автомобилем плюс есть руководство по эксплуатации она также на русском языке либо вам поможет менеджер разобраться если вы не захотите читать литературу либо если вы любите самостоятельное изучение то вы сможете это сделать самостоятельно с помощью руководства и флагман компании черри это тига 8 pro max является самым большим автомобилем в линейке на двухлитровом двигателе на полном приводе и робозирной коробкой дкт достаточно хороший большой автомобиль со всеми ассистентами где можно комфортно поехать на дальние расстояния премьера в беларуси это ариза 8 долго ждали эту модель на нашем рынке хороший турбированный двигатель 16 плюс роботизированная коробка с мокрым пакетом сцеплений должна быть очень популярна на нашем рынке здравствуйте меня зовут юлия лапикова я менеджер по продукту автополаз м компания является эксклюзивным дистрибьютором марки к и в республику беларусь а также импортером марки джи тур а подробнее мне хотелось бы рассказать о кае производства российского завода автотор сегодня на выставке две модели это среднеразмерный седан е5 максимальной комплектации лакшери спорт а также переднеприводный кроссовер субе класса также в максимальной комплектации которая называется лакшери кае 5 это седан c класса в максимальной комплектации с полутора литровым мотором выдающим 147 лошадиных сил с вариаторной коробкой передач нового поколения который со старта предлагает комплектацию с пакетом теплых опций чего сейчас не все могут предложить есть подогрев переднего и заднего ряда сидений руля форсунок подогрев боковых зеркал также комбинированная отделка салона цифровая приборная панель мультимедиа с протоколами apple carplay и подключением мобильного телефона через карбит линк китайскую систему трансляции телефона на экран из того что по безопасности предусматривает модель это камеру 360 удобства для парковки также задний ряд парктроников к е5 это автомобиль c-класса средний размерный седан с классным интерьером экстерьером со светодиодной оптикой и хорошим пространством для пассажиров сейчас на рынке немного представлено седанов и естественно мы хотели бы видеть в числе водителей такси эти автомобили в числе любителей комфортных поездок клиентов которые рассматривают себе не только визуально привлекательный автомобиль но и так скажем с хорошими показателями по динамике и с хорошим комфортом внутри большим пространством для пассажиров под капотом среднеразмерного седана c-класса к е5 расположен полутора литровый турбобензиновый мотор с вариаторной коробкой передач с мощностью в 147 лошадиных сил производство мотора компании черри на родине производителя в китае на такие моторы действует пожизненная гарантия что говорит о их надежности показывают хороший разгон производитель заявляет разгон до сотни за 10 секунд если верить обзором разгон составляет менее 9 секунд до 100 километров в час собственно для седана такого класса турбированный двигатель полутора литровый 147 лошадиных сил как мне кажется очень хорошее сочетание и показывает отличную динамику на дорогах салоне к и е5 достаточно просторно как для переднего пассажира так и для пассажиров которые размещены на заднем ряду автомобиль оснащен достойным пакетом теплых опций автомобиль подогревается передние сидения задний ряд также с обогревом форсунки стеклоомывателя боковые зеркала крайне примечательная цифровая приборная панель которая выполнена из многоцветного функционала мультимедиа с возможностью подключения телефона си по системе карбитлинг а также подключение карплея проводным путем что касается удобства это наличие физических кнопок переключения режимов кондиционера переключения подогревов и прочие функции которые можно физически не отвлекаясь от вождения нащупать руками тактильно отдельно хотелось бы выделить и отделку салона комбинированная к кожаной графитового цвета с ярко розовыми красными вставками вставки на панели также вставки в зоне воздуховодов также хотелось бы выделить наличие люка в данной комплектации люка с панорамной крышей это классно можно помечтать и посмотреть на звездное небо устроить романтический вечер также хотелось бы отметить что автомобиль действительно просторный есть два подлокотника как для передних так и задних пассажиров обилие подстаканников обилие реальных физических кнопок все то о чем я сейчас сказала это в первую очередь комфорт и безопасно для водителя здравствуйте меня зовут владимир перевалов я являюсь персональным менеджером отдела продаж автомобилей mazda atlant m боровая что касается mazda cx60 это новинка для нашего региона для нашего рынка в целом это первый автомобиль в республике беларусь можно сказать сегодня произошла некоторая премьера для нашего региона новый автомобиль с новым всем 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 что только можно брать для mazda и данный автомобиль представлен в классе среднеразмерных паркетников принципиальное отличие на сегодняшний день даже внутри самой mazda в основу ли глава заднеприводная платформа теперь по умолчанию ведущие колеса задние и подключается перед так как в версии идет полноприводная что касается еще это новая дизайнерская линия это совершенно новое концептуальное расположение двигателя коробки чего до этого у mazda не было в основном это поперечное расположение сейчас это продольное расположение двигателя в продолжение все идет коробка карданный вал и соответственно все доходит до заднего моста скажем так вот капотом mazda c60 стоит старые знакомые нам двигатели по другим моделям это 2 и 5 атмосферный мотор на 190 лошадиных сил вкупе с восьмиступенчатым автоматом автомат уже новый восьмиступенчатый он заменил предыдущие шестиступенчатые автоматы теперь это выглядит таким вот образом сильное скажем так изменение в подкапотном пространстве это то что мотор стоит теперь продольно все это объяснимо ведущие задние колеса и поэтому расположение идет именно продольное достаточно много места в передней части автомобиля для того чтобы еще установить сюда мотор 33 и 1 шестерка который также ставится на данный автомобиль но к сожалению будет ли у нас или нет я пока могу ответить не могу все это в процессе новом автомобиле c60 первым белоруссии соответственно новый салон все что мы видим это совершенно новое конституальное решение от компании mazda он стал шире по сравнению с предыдущими моделями автомобилей mazda и соответственно что является плюсом несмотря на движение времени вперед у многих автомобилей появляется уже сенсорное управление какими-либо элементами оснащения салона здесь в данном случае используется все-таки физические кнопки что на самом деле удобно что на самом деле практично и более привычно наверно в частности климат-контроль здесь физическими кнопками управления подогревом вентиляции сидений подогрева руля все это физически если мы посмотрим на центральную часть это управление климат-контролем и теплыми функциями салона соответственно здесь двухзонный климат-контроль каждый для себя может выбрать какую-то определенную температуру что удобно новый рычаг коробки передач большой-большой набалдашник с очень удобным хватом под под руку также немножко старого mazda connect очень удобная вещь когда непосредственно нужно в процессе езды управлять мультимедией что не отвлекает сильно от дороги это на уровне индуктивном интуитивном уровне все происходит но для владельцев mazda наверное это будет более привычно и более понятно потому что они с mazda connect уже знакомы и все им известно также что мы видим это новые цифровая приборная доска ее до данной модели не было сейчас она появилась удобно читабельно соответственно все на русском языке и очень удобно когда пользуетесь адаптивным круиз контролем весь функционал который необходим для адаптивного круиза он предоставляется здесь на центральной части можно читать что происходит с автомобилем в той или иной ситуации все под большими пальцами что удобно для управления не отвлекаясь на кнопки переключать поднимать телефон если подключен телефон посредством bluetooth также в данной машине можно подключить телефон посредством android auto либо apple carplay можно зарядить если в телефоне имеется беспроводная зарядка здесь присутствует функция беспроводной зарядки датчик света датчик дождя сенсорный экран большой по сравнению с тем что ранее было климат-контроль удобное управление функции me drive это система управления режимами езды автомобиля спорт normal либо off-road соответственно что здесь мы еще имеем это удобный подлокотник он достаточно широкий и хватит его для всех не только эгоисту водителю но и пассажиру тоже место хватит он с удобным боксом куда можно спрятать телефон мелочь также там есть уже более современной зарядки type-c выходы для того чтобы можно было заряжать современные телефоны плюс сделано сиденье из натуральной кожи с электроприводом памятью на двух водителей вот здесь можно увидеть также здесь кнопка и присутствует открытие крышки багажника удаленного то скажем не выходя из салона премиальная акустика боссе это тоже прерогатива данной комплектации все это еще наверное чуть чуть больше вы получаете в автомобиле cx60 новом cx60 добрый день меня зовут арсений кудин я представляю atlant m отдел продаж volkswagen на эту выставку мы привезли volkswagen golf восьмого поколения в комплектации gti автомобиль находится в классе c разный флагман да этот автомобиль как бы очень многие ждали у нас он ранее у нас не продавался мы завезли ограниченную партию автомобилей в двух комплектациях обе максимальные есть комплектация эксклюзив есть комплектация gti до обе машины на переднем приводе первая комплектация эксклюзив идет с мотором 114 150 лошадных сил 2 комплектация gti с мотором 2 литра 245 лошадных сил также на переднем приводе гольф всегда во всех поколениях он выделялся есть определенные фанаты этой модели которые обожают этот автомобиль и новое поколение очень сильно ждали у нас помимо тех автомобилей которые к нам заезжают с пробегом есть теперь вот без пробега новые автомобили довольно таки богатой комплектации и на сегодняшний день на рынке мало автомобилей которые у нас представлены с поддержкой от завода с поддержкой гарантии и в таких комплектациях здесь стоит бензиновый мотор двухлитровый 245 лошадных сил идет он в союзе с 7 ступенчатой роботизированной коробкой с маркировкой dq 381 с мокрым сцеплением стандартная подвеска независимая передняя многорычажная сзади передний макферсон спереди за день многорычажная подвеска нам еще предстоит узнать о том как себя поведет этот автомобиль на наших дорогах зимой но исходя уже из опыта и автомобили которые уже были у нас ранее наши дорогие клиенты приезжали к нам на сервис уже на этих автомобилях предыдущего даже поколения показывает практика что ведут они себя показывают очень хорошей стороны автомобиль построен на новейшей платформе которая дает водителю за рулем понять что он находится за рулем быстрого автомобиля плюс управляемость плюс настройка подвески плюс рулевое управление здесь настроено именно на спортивную езду поэтому этот автомобиль на сегодняшний день в своем классе он один из лидеров по салону у нас огромное преимущество цифровая приборная панель спортивный руль который только в комплектацию gti спортивные сиденья с боковыми поддержками плюс память сиденья что немаловажно даже но как бы данные автомобили вроде как не подразумевает под собой но но как бы во всех гольфах до комплектации gti есть сиденья с памятью черный потолок еще в определенных комплектациях есть люк не панорамная крыша только люк ушел volkswagen в новом поколении гольфа от переключения коробки передач с помощью кулисы сейчас здесь уже принцип джойстика тоже немаловажный плюс да к нему нужно будет привыкнуть но это намного удобнее чем кулиса на соответственно больше полезного пространства на центральной консоли натуральная кожа на по либо еще некоторых комплектациях идет если брать комплектацию эксклюзив идет комбинированная кожа плюс алькантара здесь представлены спортивные сиденья с натуральной кожей на по за счет того что эта машина с максимально идет спортивная настройка подвески плюс узкий профиль резины и короткая база машина правильно сбалансирована то есть я не могу сказать о том что она жесткая или она будет иметь какой-то плавный ход как этому может похвастаться какой-то там бизнес-класса седан да она умеренно в этом соотношении в плане в плане жесткости хода друзья у нас огромное количество обзоров новинок специальных репортажев да мы ждали этой выставки подобного не было я вам скажу больше не парижского автосалона давненько не было ни женевского автосалона с 2020 года он отменен и к примеру женевский автосалон 2023 где вы думали произойдет пройдет то там в катаре вот так а здесь у нас в минске беларуси есть такая выставка автоэкспо и мы очень рады что здесь было представлено достаточно много новых моделей ждем отзывы ваши отзывы в комментариях какие бы вы автомобили хотели бы увидеть в наших специальных репортажах авто панорамы мы обязательно все самые интересные ваши вопросы например уже были вопросы по билджи что там на заводе и так далее мы задали их заводчанам и нам пообещали все все на все все вопросы наших зрителей ответить меня зовут павел кореневский авто панорама в моем сердце надеюсь в вашем пока а